Александр Гонцов занимается вейкбордом 7 лет, практически с момента появления в Челябинске этого экстремального вида спорта. В обычной жизни программист, но по вечерам после работы спортсмен-экстремал. И когда впервые увидел это было за границей, то мне, естественно, захотелось попробовать. В то время я взял прокатное оборудование, это было то ли в Таиланде, то ли в Турции, сейчас уже не вспомню. И, в общем-то, весь день практически прокатался на вейкборде. На следующий день у меня все болело, но я ни о чем не жалел. И дальше продолжат заниматься этим уже у нас. Вейкборд сочетает в себе элементы водных лыж, акробатики и серфинга. Он появился 30 лет назад в США. Скучающие серферы устали ждать волн в океане. Они прицепили доску на трос к автомобилю и стали кататься вдоль берега. Существует вейкборд-катер и вейкборд-электротяга. В первом случае спортсмен едет за катером, а во втором его тянет специальная буксировочная установка. В это время на бегущей волне вейкбордист выполняет различные трюки на трамплинах. Когда доска набрала скорость, держаться нужно примерно посередине. Чем меньше скорости, тем больше следует убирать вес. Есть два варианта. Назад, когда доска все-таки поднимается из воды, вы можете уехать вперед, когда она зачерпывает воду и вы падаете. Длина доски для вейкборда почти полтора метра, но все же она зависит от роста спортсмена. Если вейкборд слишком велик, то им будет трудно управлять. Цена доски может достигать 30 тысяч рублей. Также в экипировку входят ботинки и возможные средства защиты – жилет, шлем и гидрокостюм. Кроме необходимого снаряжения, начинающим вейкбордистам также потребуется много терпения. Для этого нужно только желание, потому что обычно на всех вейкстанциях есть прокат, инструктора и время. То есть обычно первое занятие длится порядка 10 минут, но за эти 10 минут новичок получает фундаментальные знания о том, как двигаться на воде, на доске. Успехи на вейкборде во многом зависят от умения держать равновесие. Кто-то покоряет волну с первого занятия, а другим она не поддается месяцами. Но научившись однажды, экстремалы посвящают этому хобби свою жизнь.